И каждая, знаете, заметка имеет имя и фамилию. Да. Ну, 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 кто сказал, что Латвия самая плохая страна в мире? У вас есть газета где-то там? Нет, мне только, знаете, распечатки про фестиваль Эдвардс. Все, больше нечего. А что вы не говорите про Эдвардс тогда? Мы куда-то пошли. Нет, нет, вы первые начали и все. Ну так, кто Латвию обливает грязью и говорит, что это самая плохая государство? Ну, кто он? Я думаю, что началось это все с газеты ДН. Очень целесообразно, целеустремленно. И я думаю, с огромным трудом, усилием и очень стратегически создалось впечатление, что Латвия действительно самая последняя страна. Посмотрите на эстонцев, посмотрите на литовцев. Мы всегда тянемся позади, у нас все плохо. Но что вы предлагаете, заниматься пропагандой? Наша страна лучшая в мире. В эту пятилетку мы надоем молока больше, чем в прошлую. В эту пятилетку наши трактора спашут земли больше, чем в прошлую. Вы это предлагаете взамен? А почему нет? А почему нет? В чем тут проблема? Разве нет хороших вещей? Раз эта газета ДН, то, соответственно, нынешний министр культуры, госпожа Элларта, самое главное вруша. И враг государства, поскольку она страну обижает. Ну, получается так. Трудно отрицать как-то, это вы сказали. Но я только могу присоединиться. Я могу только присоединиться. Причем она сейчас, как вы видите, очень хорошо дружит с Эвером и Ленбергсом, давним своим врагом, с которым она не могла находиться никак в одной комнате и вообще видеть друг друга и так далее. То есть мы видим очень большую эластичность нынешних, так называемых, честных политиков. Что с ними случилось, какой у них переключатель там переключился, что они сразу стали проявлять те же самые действия, за которые они осуждали всех других. То есть лицемерность сейчас в воздухе до такой степени, до которой рекламистам очень трудно добраться. Реальность намного, намного круче. Вы согласны с господином Стензениксом? С госпожом? Я оговорился, да. А вам только рекламщикам взять и на транспарант. Мамыкин господин назвал госпожом. Вы согласны? Я согласна с тем, что нужно пытаться больше искать позитива во всем, что происходит. Для этого не нужно брать, для этого не нужно говорить того, чего нет. Просто я считаю, что в любой стране, в любое время, в любую эпоху есть положительные моменты. Их нужно подчеркивать. Мы нашли наши в нашей работе, мы их подчеркиваем. Это фестиваль AdWords. Тема, ради которой вы сюда нас позвали, к которой мы никак не можем подойти. Ну, слушай, Латвия же, это как женщина. Она же, ну, женщина, женского пола, страна, государство, Латвия, общество, да. Она же как женщина. Ну, комплименты же надо говорить. Когда ты говоришь комплименты женщине, ты брешься или что ты делаешь? Без комментариев. Юрий из Риги. Юрий, слышите нас? Добрый вечер. Да, Лавакар. Лавакар. Да, я хочу сказать, что руководители партии спонсируют, ну, то самое, своих спонсоров, лоббируют интересы своих спонсоров, и в связи с этим интересы народа, Латвии, экономические, финансовые, социальные, не совершенно до лампочки. Так, Юрий, выключите его. Оговаривают же родину, гадина. Да? Нет, вопрос. Выключаем. Есть вопрос или это... Нет, так, только вопрос можно. Эрик Стензе не разрешил, только вопрос. Да, партии, партии, спонсировали члены этих партий. Слава богу, отключили уже. Сам отключил, осознал, наверное, что, наверное, родину грязью поливает. Да. Да? Нет, я думаю, что... Я удивляюсь, что за 20 лет, ну, хотя это не такое долгое время, за несколько выборов, сколько там было, 20 вместе с местными, наверное, или там, нацать выборов, люди все время как-то разочаровываются, и после выборов говорят, вот, таких гадов тут наизбирали. А что, а почему так? А почему так, что каждый раз перед выборами они как-то идут и верят, и потом называют нас... Нет, они просто на крючке стен за них клюют очень хорошо, а вот на последних выборах не клюнули. А счастливы или стали? Ну, не клюнули, а счастливы или стали? Счастье вообще, мне так кажется, не зависит, категория счастья и вот быть счастливым не зависит от того, кто и от какой фракции выступает с трибуны в парламенте, неважно какой страны, ругаемой или не очень. Мне так кажется, может, я не прав. Я думаю, эстонцам это под силу. У них только что государство заключило договор с Японией, они там отторговали свои квоты СО2 и взамен получили там несколько тысяч электромобилей и сеть станций заряжений по всему, по всей Эстонии. Очень дальнозоркое решение. Хорошо, а в Латвии точно так же квоты на углекислый газ наша страна точно так же продает. А где наши электромобили? Извините, если я о Родине сейчас оговариваю, не хотел, но так, вопрос. Ну вот видите, видите, все дело в действии. Все дело в действии, мы не можем принимать никаких решений. Вы согласны с Эриком Стензенексом? По-вашему вопрос, где наши электромобили, он по адресу Эрику Стензенексу? Нет, я понимаю, что нет. Отлично, я хотела спросить. Мне кажется, что не нужно воспринимать и избирателя, и зрителя глупее, чем он есть на самом деле. Это правда. Вот вас, Андрея Мамычина, можно зомбировать? То есть, если Стензенекс вам будет с утра до вечера показывать, как хороша та или иная партия, на вас это действительно повлияет? В каких-то, в каких-то, я начинаю сомневаться и думать, и в каких-то ситуациях можно, мне кажется, любого человека склонить. Кратковременно или долго временно? По-моему, это самое важное, поселить в душе сомнения, чтобы захотеть больше озаботиться этим вопросом, вникнуть в суть и выбрать то, что важно для тебя. Мне совершенно без проблем сказать, что я сама голосовала за Шлессерса, но не потому, что меня зомбировал Стензенекс, а потому, что я изучила программу этой партии. Ну что вы, у нас вся телекомпания голосовала за Шлессерса, и врагов своих заставляет за Шлессерса. Мы все за Шлессерса были. А как можно заставиться? Вас обещали уволить, если вы не проголосуете? Да, 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 всех уволить обещали. Да, ну слава богу. Вот я не знаю, женщина говорит вам, то ли комплимент, то ли правда. Зовут Ольга Павук, полагаю, что это главный редактор балтийского курса. Эрик Стензенекс, образно выражаешь, штучный товар. Если бы таких людей в Латвии было бы больше, мы смогли бы повернуть ситуацию в лучшую сторону. И вообще, Андрей, хватит гнобить предпринимателей, только они с их деловой хваткой, умением видеть на несколько шагов вперед, могут вывести страну из кризиса. Пока люди не поймут, кто дает им работу, создавая прибавочный продукт, ничего не изменится, а то мы строим рыночную экономику и одновременно поливаем ее строителей. Конец цитаты. Подпись Ольга Павук. Вот сейчас вы должны, Андрей, сказать госпожа Суконникова, быть согласна. Вы согласны с точки зрения Эрика Стензенекса? Да, я согласна. Подпись Ольга Павук и с точки зрения Эрика Стензенекса. Знаете, что у нас сейчас будет? Как вы думаете, Эксвен Стензенекса? Съезжайте с Кэм, с Герхардсом. Нет, не угадали, вторая попытка. Неужели рекламная пауза? Рекламная пауза. Вот видите, она действительно с вами во всем согласна. Рекламная пауза. Рекламная пауза. Покупай упаковки четверки Цесу Премиум, собирай купоны и меня их в статуил на пивные бокалы оригинального дизайна. Бокалы, которые полюбишь. Дорогие зрители, сейчас мы с вами станем свидетелями начала...